Где в Уране сказано, что женщина должна надевать платок на голову? Часто такой вопрос можно услышать от представителей так называемого традиционного ислама, коранитов, а также так называемых мусульманских феминисток. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сказать следующее. Мы, мусульмане, не опираемся только на Коран в вопросах исламского права. Мы также опираемся на слова и действия посланника Аллаха, которые не вошли в Коран, а были переданы нам, его учениками. Вот простой пример. Есть ли в Коране очевидный запрет кушать мясо домашнего осла? Нет, подобного запрета не существует. Тогда откуда мы знаем, что мясо домашнего осла является запретным? Из слов пророка. Имам мусульм передает во своем сахихе со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил кушать мясо домашних ослов. Или вот еще один пример. Есть ли в Коране очевидный запрет жениться на женщине и ее тетке одновременно? Такого запрета не существует. Однако запрет на это пришел в словах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть я хочу сказать, что даже если бы в Коране не было бы очевидного указания для мусульманок надевать платок на голову, то это никак бы не доказывало, что подобного приказа не существует вовсе. Всевышний Аллах не спослал некоторые свои приказы не через Коран, а через сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть его слова и действия. Поэтому мы бы просто сказали, это приказ пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мусульманка обязана это делать. Теперь что касается доказательства из Корана, что мусульманка обязана надевать платок на голову. Всевышний Аллах говорит в Коране И пусть накидывают свои покрывала на вырезы на груди. В этом аяте Всевышний Аллах использует слово хомор, что является множественным числом от слова химар. Русский язык, к сожалению, не передает полноценное значение этого слова, ввиду отсутствия подобного слова в нем самом. Поэтому, чтобы понять, что это за платок, мы должны обратиться к самому арабскому языку. Итак, слово химар происходит от корня хамимра. От этого же корня происходят такие существительные, как хамр и хумра. Сначала я хочу объяснить значение этих двух слов, чтобы вы поняли мой аргумент. Начнем со слова хамр. Хамр – это либо вино, либо любая вещь, которая опьяняет человека. Теперь вопрос. Почему вино названо хамр? На это нам ответит средневековый арабский лингвист Ибн Манзур. Он пишет в своей книге «Лисану-ль-Араб», что переводится как «Язык арабов», следующее. Вино названо хамр, потому что оно затуманивает разум. Еще раз. Почему вино названо хамр? Потому что оно затуманивает разум. А где находится разум? Правильно. В голове. Начинайте понимать, к чему я веду. К тому, что существительные, которые происходят от корня хамимра, всегда как-то связаны с головой. Другой пример, который я уже упомянул, это слово хумра. Что такое хумра? Чтобы это узнать, опять же, открываем книгу «Лисану-ль-Араб» и смотрим. Хумра – это маленькая циновка, на которую совершают земной поклон. Еще раз. Это маленькая циновка, маленький коврик, на который совершают что? Земной поклон. А почему эта маленькая циновка названа хумра? Читаем в этой же книге. Она названа хумра, потому что скрывает лицо от земли. Скрывает лицо от земли. Опять же, мы видим, что существительное, которое происходит от корня хамимра, имеет какую-то связь с головой. А теперь обсудим слово из нашего аята. Химар. Который на русский язык переводят просто как «покрывало», но на самом деле это не совсем точный перевод. Химар – это покрывало, которое надевается именно на голову. И это не мои фантазии и не ложь, которая внедрена в хадисы, как это представляют противники платков. Нет, это факт, который закреплен на уровне языка. Читаем в той же книге «Лесану-ль-Араб» что такое химар. И было сказано, химар – это то, чем женщина покрывает свою голову. Покрывает что? Свою голову. Я думаю, для разумного человека все очевидно. Таким образом, аят, который я приводил вначале, подразумевает, что женщина должна покрыть вырез на груди платком, который находится у нее на голове. То есть вот так вот надеваете и покрываете свою грудь. И только такой хиджаб является правильным. И именно так должна одеваться любая женщина, которая считает себя мусульманкой. Да помилует нас всех Всевышний Аллах.